Национальная библиотека закрылась, но работать не перестала. В главном книгохранилище региона стартовал капитальный ремонт, какого не было за всю полувековую историю. Многофункциональное современное учреждение по плану откроет двери следующим летом, аккурат к столетию, коме. Александра Головина побывала там сегодня. Сохранить историческую лепнину, антураж советского времени – задача противоречивая, но выполнимая. Просторный читальный зал, где много света и витражные окна, останется здесь же на прежнем месте. Вот только функций у него теперь будет гораздо больше. Он будет трансформироваться в зависимости от характера мероприятия. Под ногами гвозди и кирпичин, от головой лепной декор и нарядные люстры. Такой интерьерный оксюмарон случается, когда нужно сохранить старое и непременно добавить нового, а точнее свежего. За долгую историю работы книгохранилища, здание датируется серединой прошлого столетия, здесь еще никогда капитальный ремонт не делали. Через это окошко в 50-е годы трудящиеся СССР, которые жаждали получить книгу, получали их отсюда со стороны фойе второго этажа. С той стороны мы обойдем, я вам тоже его покажу. Прямо из книгохранилища? Прямо из книгохранилища, да, делался заказ, сюда доставлялись книги, людей приглашали, выдавали, люди получали. И кажется, тянуть уже было некуда. Работы начали буквально месяц назад. Уже разобрали пол, демонтировали двери и старые ветхие перегородки, вентиляционную шахту. Дело за фундаментом и крышей. С нового года внутренняя отделка. Весной приведут в порядок фасад. Он останется, как и сейчас, желто-белым. Здание кроит себе разные сюрпризы. С 1958 года, мягко скажем, зданием толком никто не занимался, в виде основательных систем. Ничего сверхсложного нет. То есть невозможно было на этапе проектных работ предусмотреть все и вся. То есть мы сейчас совместно с проектировщиками какие-то узлы разрабатываем заново. В здании исторического наследия теме интересно, что мы должны сохранить элементы исторической инфраструктуры, привнести, ну, как минимум, новые инженерные системы, новые технические решения, новые форматы отделки. Госэкспертизу прошли не сразу. Нюансы, связанные с повышенной пожарной опасностью, рассмотрели повторно. Впрочем, сейчас на объект уже вышли три десятка рабочих. Самое сложное с точки зрения инженерной начинки – это книгохранилище, отмечает подрядчик. Если вы думали, что в библиотеке два этажа, то вы ошибались. Здесь их семь. Но не для читателей, а исключительно для книг. Они и требуют особенных условий. Это определенная влажность и температура. Нацбиблиотека – это еще и объект культурного наследия нашего региона, потому как ремонт на контроле у профильного управления. Основные действия по сохранению начинаются задолго до того, как на объект заходит подрядчик. И, в принципе, самые главные составляющие сохранности объекта мы проводим на этапе рассмотрения, согласования, внесения правок при подготовке научно-проектной документации на ремонт. Эти работы управлением уже отработаны. Совместно с Министерством культуры, совместно с Национальной библиотекой Республики Коми. До начала самого ремонта и демонтажных работ здесь уже глобально подготовились. Весь фонд поочередно аккуратно складывали и перевозили целое лето. Книги развезли по пяти точкам. Самая большая коллекция сейчас в филиалах на улицах Катаева и Орджоникидзе. Весь штат, а это больше ста человек, также продолжает работу, пусть и в непривычных условиях. Уже к следующему лету они вернутся в прежнее здание. Мы, конечно, предложим нашим читателям новые форматы обслуживания. Мы делаем сейчас и готовим дизайнерский проект после ремонта, в каком облике она предстанет. Историческая часть, она будет сохранена. Все элементы, стоящие на охране, это и полы, это и лепнина, она сохранится. Но стены примут другой облик, по-другому будет расставлена мебель, она будет новой, современной. Трансформируемые залы, разборные стулья, доступность для маломобильных граждан, кафе, детская зона, гардероб по европейскому типу, номерки теперь останутся в прошлом. Хороший интернет, новая техника, стильный интерьер, детали которого пока, к слову, держат в секрете. Не библиотека, а центр притяжения, развлечения и отдыха. Отличный подарок для жителей республики к столетию региона. Александра Головина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.